Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Караганда отметила день единства. От вечного огня к месту службы. Молодежь танцпола Караганды претендует на призовые места в чемпионате мира. Весна – это праздники. 1 мая карагандинцы отметили день единства народа Казахстана. Бухаржирал в этот день расцвел улыбками и национальными костюмами. Тысячи горожан приняли участие в этом торжестве. Колонны горожан прошли по проспекту Бухаржирау. Первыми в строю стояли карагандинцы в национальных костюмах разных народов, которые живут в нашей республике. Среди них немцы, украинцы, чеченцы, узбеки, белорусы, татары, таджики и представители других национальностей. Следом за ними шли работники компаний Арселорми, Талтимиртау и Казахмыс, сотрудники городских отделов и областных управлений. Замыкали строй студенты колледжей и университетов Караганды. Они с цветами и флагами в руках дошли до каскада фонтанов и повернули на набережную в Центральном парке. Здесь на сцене перед карагандинцами прошел танцевальный фестиваль национальных культур. Девушки и юноши в костюмах разных народов танцевали, объединенные единым порывом. При этом каждый раз хореографическую композицию возглавляли представители разных национальностей. Последними, как и следовало ожидать, были девушки в красивых казахских народных костюмах. Их танец олицетворял гостеприимство казахской земли, на которой живут в мире представители более ста национальностей. После этого с поздравительной речью на сцену вышел Аким Карагандинской области Боужан Абдишев. Этот праздник олицетворяет в наше единение дружбу и братство, которое мы сохранили и углубили за годы независимости. Именно поэтому президент страны, лидер нации, Нурсултанович Назарбаев все достижения Казахстана напрямую связывает с миром и согласием в стране. Боужан Абдишев в честь праздника вручил представителям 27 этнокультурных центров нашей области нагрудные знаки и премии в 800 тысяч тенге. Праздник продолжался до вечера. В парке были организованы настоящие этнографические музеи. Любой желающий мог ознакомиться с особенностями быта и национальной кухни народа, проживающего в Караганте. Мир и согласие – основа нашей государственности. И это не надо доказывать. Надо было просто принять участие в первомайских торжествах. Сергей Высокосов, Айдын Ажакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Первое мая – праздник Дня Единства народа Казахстана. Этот праздник в стране, где проживают в мире и согласии люди разных национальностей, стал одним из самых символичных и любимых в Казахстане. Яркое весеннее торжество прошло в городе Сарани. Национальные танцы разных народов, парад 1 мая, ярмарка, конкурсы – все это добрая традиция жителей Сарани. Ежегодно по центральной площади города дружно проходят все коллективы различных предприятий. Отдельно колонны в национальных нарядах прошли по площади представителей многих национально-культурных центров. Праздник 1 мая дорог сердцу каждого казахстанца. Ведь мир, дружба, согласие – это наше общее достояние, которое мы должны беречь и передавать новым поколениям. С праздником, уважаемые жители города! Желаю всем вам крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть в каждой семье царят взаимопонимание, любовь, добро и мир! Способствовала праздничному настроению и погода. После нескольких дней ненастия с дождем и снегом пришло тепло. Деревья надели зеленый наряд. Представители различных этносов рассказали всем желающим о своих традициях и обычаях. Не обошлись без кулинарных изысков и музыкальных номеров на национальных инструментах. В мире немного стран, которые также, как Казахстан, могут похвастаться таким разнообразием этносов, проживающих в мире и согласия под большим шанраком. Во всех достижениях республики есть весомый вклад уникального общественного института Ассамблеи народа Казахстана, а государством создаются все условия для сохранения и развития культуры и традиций представителей всех этносов, проживающих в стране. Я всех народов поздравляю Казахстана с сегодняшним днем, потому что я думаю, что как нигде в другом месте здесь люди себя чувствуют комфортно, достаточно. За мои 67 лет я в этом убедился. Здесь не делят по национальному признаку людей. Кто на что способен, тот тем и занимается. Я думаю, здесь можно реализовать себя. Вечер продолжился множеством интересных праздничных программ, выставки, конкурсы, спортивные и кулинарные состязания. С праздником! Караганда накануне двух праздников Дня Победы и Дня Защитника Отечества провожала в армию своих молодых сыновей. Впервые в торжественной обстановке их отправляли по местам дислокации от мемориала боевой славы «Вечный огонь». В торжественном строю застыли еще не солдаты, но призывники. Новенькое бундирование, торжественные лица. Не менее торжественны и ветераны Великой войны. Разные поколения, но у всех цель была и остается одна – защита Отечества. Здесь же рядом и строй кадетов. Мы очень рады, что нас пригласили. Мы пройдем с ними торжественный марш, пройдем, может быть, чему-то научимся у них. Пойдем по их стопам, тоже пойдем в Суворовск. Немного завидуют своим старшим товарищам кадеты и юидовцы. У них теперь все по-серьезному. И пожелания новым военнослужащим тоже серьезные. Пожелал храбрости, чтобы они защищали нас, не боялись ничего. И были такими же гордыми и сильными, как наши прадеды. А многие из призывников идут служить с прицелом на будущее. Они хотят посвятить свою жизнь служению Родине. После армии контракт на три года хочу закончить. Такая цель есть. Призывников провожали и воины-афганцы, и, как принимающая сторона, представители командования Астана и Арталык. Молодых бойцов напутствовал Аким области Боужан Абдишев. Символично, что вы призываетесь на службу в армию в ковру двух великих праздников – Дня Победы и Дня Защитника Отечества. Причем впервые с этой площади. Тем самым вы становитесь преемниками славных боевых традиций наших предков и воинов-фронтовиков. Гордитесь этим и помните об этом всегда. Военнослужащими были продемонстрированы показательные выступления. А после перед общим строем герою-афганцу Мираму Кирибаеву, потерявшему на афганской войне обе ноги, был подарен автомобиль. Три поколения собрались у Вечного Огня. Три поколения смотрели в глаза друг другу. Сергей Высокосов, Айдынь Жакан, Бахьяр Успанов, Первый Карагандинский. Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. Как бы не менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая – День Победы – остается неизменным. Сегодня у нас есть возможность сказать спасибо ветеранам, которые живут в Караганде. Акимат города, Совет ветеранов и отдел занятости и социальных программ организовали праздничную встречу с ветеранами. Благотворительную акцию для уважаемых ветеранов организовали в кафе «Грузинский дворик». За праздничным Дастарханом собрались ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и труженики тыла. Все они достойны глубокого уважения и безграничной почести. В этот день они вспоминали военные годы и с гордостью говорили о завоеванной победе. Ветерану Михаилу Маренко в мае этого года исполнится 88 лет. Он рассказывает о трудностях военных лет и с гордостью говорит о Великой Победе. Я участвовал в освобождении в Варшане, взятии Берлина. После этого меня оставили в оккупационных войсках, тогда было, на год. Год я был в оккупационных войсках. Прошел год, 45-46 год. В 46-й год меня перебросили, нашу часть перебросили в Харьков. Послали меня на отработку в Балхаш. В Балхаш я проработал 45 лет. После этого в 2000 году, в связи с тем, что дети здесь, две дочери у меня здесь, они переименули в Каранду. Я в Каранде вот с 2000 года. Ежегодно по славной традиции раздаются георгиевские ленточки, повсеместно организовывается чествование ветеранов, праздничные встречи, концерты. И в этот раз наши ветераны были окружены вниманием и заботой. К Дню Победы была выплачена единовременная материальная помощь. Помощь участникам инвалидов войны, Великой Отечественной войны. 80 тысяч тенге приравненным, их у нас 496 человек, выплачено по 5 тысяч тенге. И труженикам тыла, вдовам, женам выплачены по 3 тысяч тенге. Школьники выступили с концертной программой, пили патриотические песни, читали стихи. У нее косичка белая, вчера еще была, Моя сестренка смелая, хоть ростом так была. Когда летал над крышами, над нашим домограммой, Она всегда с мальчишками летала на чердак. Шумел пожар над городом, дрожал огромный дом, Она стояла гордая, с пожарным рукавом. День Победы в Великой Отечественной войне был и остается одним из главных праздников. Наши ветераны, наша гордость. Желаем им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Гульнур Жакенко, Эрат Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Galvin Профиль Galvin 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный Накануне празднования Дня единства народа Казахстана В 15-й школе города Караганды Торжественно прошел прием учащихся в единую республиканскую детскую организацию Жасулан 6 июля 2011 года по инициативе президента республики Нурсултана Назарбаева Была организована республиканская детская организация Жасулан С этих пор она окрепла и стала привлекательной ребятам разных возрастов Ведь именно в этой организации можно приобщиться к большим государственным делам Пусть они будут немасштабными, но то, что ты делаешь вместе со всеми Во благо страны, приравнивает этих ребят к настоящим строителям будущего Казахстана Ребят объединены общей идеей помочь в развитии Казахстана А для этого пока нужно отлично учиться Ведь нашейный галстук обязывает ко многому Недаром он цвета знамени нашей страны Он выделяет ученика и делает его ответственным за свои поступки Этот торжественный день навсегда останется в памяти этих ребят Всего в это лето за счет спонсорской помощи Управление образования Карагандинской области Отдохнут и поправят здоровье в профилактических детских учреждениях 197 школьников из семей пострадавших от прорыва плотины в Кукпекте Сегодня родители проводили своих детей в лагерь Кукшетау Оказывается, помощь пострадавшим и в материальном плане, и в гуманитарном Никто без помощи не останется Вот решили детей отправить в лагерь В дальнейшем еще будем учеников отправлять в лагеря Сейчас ведутся переговоры В сопровождении социального педагога, заместителя директора по воспитательной работе Кукпектинской средней школы Ребята отправились в санаторий Балдаурен в Кукшетау Родители были рады Мы все рады за детей, что они отдохнут Они получили стресс, и вот это они будут отдохнуть Отойдут от стресса, от полученного Что еще я вам сказать Ну мы рады, что государство думает о наших детях На первый сезон отправлены дети из наиболее пострадавших семей И в соответствии с состоянием здоровья По результатам медосмотра Во время пребывания в Балдаурене Они продолжат учебу, чтобы завершить учебный год Я очень рад, что я поеду отдыхать в лагерь Балдаурен Я многому наслышал на нем Потому что там очень красиво Заходил на сайт Думаю, нам понравится Мы найдем много друзей новых Будем также поддерживать связь после уезда Спасибо государству за такой подарок нашей школе Положенное время поезд отправился в путь Дети вернутся из лагеря 21 мая Аварии на электрических сетях в городе случаются нередко Порой аварийная группа Товарищество с ограниченной ответственностью Караганды-Жарык Выезжает в сутки до 10 раз Справляться с авралами работникам Помогают лаборатории на колесах На один из вызовов выезжал и наш корреспондент Таких лабораторий на колесах в Караганды-Жарык три И они никогда не простаивают Практически каждая лаборатория работает круглосуточно Сегодня, к слову, в Караганде насчитывается порядка трех тысяч трансформаторных подстанций Лаборатории выезжают не только по аварийным вызовам Они обеспечивают и пуск новой аппаратуры Они оснащены измерительными приборами, поисковой техникой, автономным питанием Сегодня авария на Юго-Востоке Поврежден кабель на одной из подстанций Служба кабельных линий выехала на место Сначала обязательные действия по технике безопасности Подъезжает специальная аварийная машина, которая обслуживает эту подстанцию Электрики выполняют все условия по технике безопасности Электрик, как и сапер, ошибается только один раз А здесь поврежден кабель в шесть тысяч вольт Он лежит под землей Кстати, пока идут работы, несколько тысяч человек, жители микрорайона И ведать не ведают, что пробит кабель и устраняется авария Электричество подается в их квартиры за счет закольцованности системы Повредился кабель между ТП-374 и ТП-380 Вот выехала лаборатория определить место порыва Место повреждения на кабельной линии 6 кВт Приблизительное время работы Приблизительное время работы, ну как, зависит от характера повреждения Проблема в том, что кабель лежит в земле Чтобы без лаборатории найти пробой, необходимо проводить земляные работы По всей длине укладки кабеля Это не одни сутки С трассоискателем на это уйдет 10-15 минут Погрешность в несколько сантиметров Все просто Но при этом служба не спит ни днем, ни ночью Простота, она поверхностная Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бакия Роспанов, Первый, Карагандинский И еще об одном Накануне молодежь взорвала танцпол Караганды В городе прошел танцевальный отборочный тур Этот батл между танцорами – маленький шаг к чемпионату мира Который пройдет в конце этого года Амина Смакова с подробностями Отборочный тур Red Bull BC One Сафир Караганда Проходит в нашем городе впервые Продемонстрировать свои хореографические способности Пришел не один десяток человек Организаторы дали молодым людям опробовать танцпол После 15 минут тренировки батл объявили открытым На сцену выходили два танцора Которые по очереди показывали все свое умение Оценивал участников известный танцор Прошлогодний победитель финала Восточной Европы Red Bull BC One Алексей занимается танцами уже 15 лет За это время он показал всему миру Высокий уровень подготовки Технику и характер танца разных направлений Алексей оценивает участников не только по их способностям Основной критерий – это полноценность Полноценность танца Осознанное понимание того, что происходит на танцполе То есть я в первую очередь хотел бы увидеть человека Который понимает, что он делает А потом уже какие-то классные трюки и зрелищные элементы Самое главное в танцах, по мнению молодого мастера Это вовсе не победы, а именно желание танцевать, двигаться Наши участники и танцевали, и желали победы Как рассказывают сами конкурсанты К батлу они почти не готовились Ведь музыка и танцы сопровождают их постоянно Даже тренироваться не надо Ты готовишься всю жизнь То есть столько ты тренируешься, столько ты и готовишься Вот, поэтому особого такого прям критерия нет Что я в какое-то определенное время Именно готовился к этому мероприятию Ну, как говорится, готов всегда, как и они Приз этого конкурса весьма солидный 17 мая победитель поедет в Астану на центрально-азиатский конкурс Выиграв его, он получит возможность участвовать в восточно-европейском конкурсе Который пройдет в Хорватии И кто знает, быть может, именно наш земляк после этих двух конкурсов Отправится представлять Казахстан на чемпионат мира в Париж в декабре этого года Амина Смакова, Карат Рашитов, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский Это были все новости на сегодня Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 Всего доброго, Аман Сауголымсдар Субтитры создавал DimaTorzok